Добрый день, уважаемые друзья, коллеги! Что хочется сказать о том, что происходит с сельхозмашиностроением, потому что, что бы вы ни говорили, ни обсуждали про сельское хозяйство, без техники никуда и никак. Она есть и в поле, она есть и в финансовых балансах, она есть и в расходах, она есть везде. Соответственно, хотелось бы тоже немножко погрузить вас в то, что сейчас происходит с сельхозтехникой, и почему именно вот такая ситуация сейчас на рынке, потому что мы достаточно много сейчас слышим разных мнений о том, о российской технике, о том, какие условия, но хочется, чтобы было какое-то взаимопонимание и взаимная поддержка с точки зрения того, что сейчас происходит в наших отраслях. Потому что, да, сельхозмашиностроение напрямую зависит от того, как себя чувствуют сельхозтоваропроизводители. Чем лучше сельхозтоваропроизводителю, тем лучше сельхозмашиностроитель. И, конечно, эта зеркальная ситуация распространится на том, чем хуже сельхозтоваропроизводителю, тем хуже машиностроители. Мы это видим и по нашим цифрам. И перейдусь сейчас к презентации. За последнее время, несмотря ни на что, ни на кризисы, ни на пандемию, ни на СВО российское производство техники развивается. У нас создаются новые предприятия, у нас создаются новые виды техники. И мы видим, как наши заводы не опускают руки, а продолжают инвестировать. Ни одна инвестиция не остановилась, несмотря ни на что. Но, да, были, может быть, какие-то там сроки отодвинуты немножко дальше. Но мы сейчас наблюдаем, последний у нас открылся, это первый за последние 50 с лишним лет тракторный завод, крупнейший. И, соответственно, это достаточно большое достижение не только, мне кажется, там Ростова, Руссельмаша. Это вообще достижение всей страны. В прошлом году мы видели открытие таких заводов, как Пегас. Да, это тоже сейчас у нас будет крупнейший производитель самоходных опрыскивателей. Поэтому вот эта тенденция, что наши заводы не опускают руки, а продолжают инвестировать, продолжают открывать новые площадки. И самое главное создавать новые продукты и совершенствовать те продукты, которые есть, она, конечно, очень показательна сейчас на нашем рынке. И нам есть чем гордиться. Вот хочу сказать, что да, сельхозмашиностроителям есть чем гордиться. И здесь, на этом слайде, показаны вот эти реализуемые инвестиционные проекты, которые за последние годы мы видим, и которые реализуются, и которые любой желающий может посетить, и приехать, и своими глазами увидите, что такое сейчас современное сельхозмашиностроение. Но при этом, как я говорила ранее, успехи сельхозмашиностроителей зависят от состояния сельхозтоваропроизводителя. И вот на этом слайде хотелось бы показать, что, конечно, 22-й и 23-й год, особенно 23-й год, был очень тяжелым для сельхозмашиностроителей. Потому что если сравнивать производство с 19-го года по 23-й год, в штуках мы показываем, да, мы, да, видим рост. Но если мы сейчас посмотрим динамику с 22-го на 23-й год, мы по всем показателям увидим падение. С чем это связано? Это связано с низкой доходностью сельхозтоваропроизводителей. Да, техника – это дорогое удовольствие. И, конечно, техника – это в большинстве своем, это оставляют, но потом. То есть есть более важные вещи – это семена, это удобрения, это зарплаты, это многие накладные расходы. И технику какую-то можно еще как-то подремонтировать, подшаманить, да, то есть что-то с ней сделать. А, соответственно, принятие решения о покупке техники, оно откладывается как бы там в последнюю очередь. И вот то, что мы видим за 23-й год, мы, конечно, видели отрицательную динамику по производству техники. При этом мы достаточно часто в дискуссиях обсуждаем, что техника выросла там неимоверно, техника за последние года, там с 21-го года подорожала. Но сельхозмашиностроители тоже работают в рынке, в конкурентной среде. Мало того, что у нас есть конкуренция, продолжается конкуренция с европейскими производителями, у нас в том числе появилась достаточно сильная конкуренция и с производителями из дружественных стран. При этом мы видим, что расходы на комплектующие достаточно сильно выросли. Если мы говорим про логистику, которая касается всех, не только машиностроителей, то рост по затрату иногда достигает, там в 5 раз выросли. А все это сказывается и на стоимости техники, не говоря уже о ключевой ставке. Потому что все инвестиционные проекты, за маленьким исключением, большинство инвестиционных проектов идут по кредитным средствам. Да, есть льготные займы и программы ФРП, есть меры поддержки региональные. Но, к сожалению, не каждое наше предприятие может получить эти меры поддержки в связи с тем, что они не обладают либо тем залоговым имуществом, которое требуется, либо какими-то другими условиями не обладают. Поэтому ключевая ставка играет тоже достаточно серьезную роль в том, что происходит у нас в промышленности. И вот у нас до этого была сессия по промышленности. У нас был эксперт из Китая. И он говорит, я когда приехал и увидел, что у вас ставка 16%, он говорит, в этой среде невозможно работать. Он говорит, я вообще не понимаю, как вы работаете. У нас для развития промышленности кредиты дают максимум по 3%, а то и менее, и без залоговые. То есть не надо никаких залогов, ничего. Если ты готов развивать промышленность, готов что-то создавать и творить, тебе готовы дать кредиты под самые низкие проценты. У нас, к сожалению, пока такого нет. Поэтому для того, чтобы получить кредит даже за МФРП, это не всем пока доступно, к большому сожалению. В Китае. Вот у нас был, да, у нас был, ну, мы можем говорить и про другие страны. Там тоже есть. Просто его вот эта вот эмоциональная эмоция, что я был шокен. Он говорит, конечно, когда я увидел, что у вас депозиты под 10%, я сразу побежал, вклад открыл и положил деньги, чтобы еще сейчас быстро заработать. Это хорошо. Но когда я вижу, что у вас кредиты 16%, и понимаю, что это при такой ставке, он сказал, невозможно развитие промышленности. То есть он прям категорично считает, что при такой ставке развитие промышленности невозможно. Так вот, возвращаясь к тому, что вы к дискуссиям по поводу цен на технику. Вот если посмотреть, у нас машиностроители, как я уже сказала, работают в рынке, работают в конкуренции, и нет такого желания, что там завысить цены и все, да. У нас наши сельхозмашиностроители получают определенные меры поддержки, да. Для того, чтобы получить меру поддержки от государства, ты не можешь поднять цены больше, чем на индекс цен производителей. Соответственно, вот здесь, на этом слайде я привела вот пример, да, то, как у нас изменялся индекс цен производителей с 2021 к 2022 году. И вот если мы это все там переумножаем, да, то есть математические действия возводим, и плюс к этому у нас есть меры поддержки 1432, это субсидия на технику, благодаря которой наши сельхозтоваропроизводители могут купить технику со скидкой 10 и 15 процентов. Но, к сожалению, по этой программе финансирование у нас минимальное, да, и вот в этом году это всего 8 миллиардов рублей, которые вот на данный момент, на первый квартал, они практически все уже закончили все деньги. Соответственно, если мы говорим про рост цен с 2021 по 2024 год, мы берем в расчет индекс цен производителей и ту скидку, которую сейчас не могут получить наши сельхозтоваропроизводители, потому что не хватает финансирования на эту скидку. То да, мы увидим, что цены на технику изменились на 53,9, это если быть скидкой 10 процентов, до 63 процентов, это если считать скидку 15 процентов. В принципе, так, время, да? Вот, соответственно, что хочется, нам, конечно, основная наша цель, чтобы сельхозтоваропроизводителей было все благополучно, чтобы у них были средства и возможности приобретать российскую технику. Это тост? Да, да, торжественный, потому что, я как еще раз повторюсь, судьба сельхозмашиностроителей в руках сельхозтоваропроизводителей. Соответственно, вот то, что сейчас мы говорили о том, что, да, субсидии, которые помогают нашим сельхозтоваропроизводителям приобретать технику, они должны быть увеличены так, чтобы вся техника, которая им нужна, они могли купить ее со скидкой. Ну и, конечно, это и экспортные пошлины, про которые сейчас говорили, да, то есть, чем меньше доходность, тем мы чувствуем это больше на себе. Поэтому, в первую очередь, мы понимаем, что и кредиты должны быть там под 0, под 1%, да, и экспортные пошлины должны быть либо уменьшены, либо пересмотрена цена, да, вот от которой это считается. То есть, все эти меры должны быть направлены на то, про который мы говорим, чтобы именно сельхозтоваропроизводителю было удобно, комфортно, и чтобы у них были деньги для того, чтобы приобретать технику. Тогда у машиностроителей будет рост, соответственно, это будет достаточно большой экономический эффект, потому что это и рабочие места, это и налоги, это и развитие промышленности, то есть, это целая такая длинная большая цепочка. Это и развитие производства комплектующих, это и логистика, то есть, очень долго отрасли завязаны на машиностроении. Давайте. Два вопроса. Да, сейчас, секундочку, первый вопрос. Ну, давайте, академик Каракотов. Да, пожалуйста. В общем-то, банальный вопрос с надеждой на небанальный ответ. Попробую. Да, пожалуйста. За 22-24 удобрение выросло на 15%, СССР выросло на 9-10%, ГСМ выросло на 40%. Техника на 63%. Можете объяснить, в чем загадка этих процентов? Я объяснила. Которые выше всех. Это, я как покупатель этой техники, огромных объемов мы покупаем для своей хозяйки, я вижу это невооруженным глазом, потому что некоторые виды в два раза, а некоторые там, условно говоря, там на 50%. А средняя температура оказалась 63%. Вот почему? Вот я сейчас говорю про российскую технику. И как раз был слайд, который я показывала. Если можно вернуть, да. То есть, есть такое понятие, как индекс цен производителей, который как раз учитывает, что меняется, да, что меняется у нас в России, да, с ценами именно по производству. Это включает и цены на металл, это энергия, это все. И вот каждый год индекс цен производителей выше этого цена, этого индекса, цена на технику не растет. Но в совокупности, если мы смотрим вот этот период и добавляем то, что теперь нет скидки на технику по 1432, да, мы видим такой рост. Алла Владимировна. Я говорю, здесь это безобразие, но это факт. Алла Владимировна, спасибо большое за хорошее выступление. Два вопроса у меня. Первый. С наукой. Какую связь вы имеете, в частности, с Федеральным научным центром механизации, с ВИМом? С ВИМом? Честно, достаточно часто мы проводим совещания, мероприятия, но с точки зрения вот такой какой-то эффективности, я знаю, что у нас несколько предприятий непосредственно с ними там сотрудничали в плане развития какой-то техники, но с точки зрения того, что вот я даже не знаю, вам что сказать. То есть вот мы с нами, например, больше работаем, да, это вот институт, а с ВИМом мы в тесном контакте, я так скажу. Понятно. И второй вопрос. Стратегия у нас существует, да? Да, стратегия. Сельхозмашиностроение. Как она выполняется на сегодня? Согласно стратегии развития сельхозмашиностроения, доля российской техники на российском рынке должна подходить уже под 80%, это не выполняется. У нас сейчас около 50, по-моему, 52-54%. А по паспорту как идет выполнение финансовой части? Ну, по финансовой части там же точно не прописаны суммы, как это должно быть финансироваться, поэтому там должна быть поддержка, вот как 1432. Нет, ну вот смотрите, 1432 должно финансироваться. Мы говорим, что нам нужно 20 миллиардов, и там, в принципе, заложено, но мы в этом году имеем там 8 миллиардов. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Извините, вот слушайте, академик Никматуллин. Теперь этот ужас может быть решен только от них человек. Потому что министр, наверное, это все не знает, я не знаю. Вообще-то, в принципе, министр... Вы имеете у Душачева или Каракотова? Всех. Вот я вот здесь послушал, всех тяжело слышать про нашу экономику, но когда слушаешь аграрный комплекс, просто ты вообще не знаешь, что будет? Теперь вопрос механизм. Ну, ведь это же должен знать министр, он вообще в курсе министр. Вы про сельское хозяйство или промышленность? Сельское хозяйство Патрушев. Патрушев. Он вообще в курсе этих всех проблем. Вы как-то вот... Общественность, как-то ему имеется механизм, ему это доложить, или нет? Думаю, не совсем. Нет, так. Тогда, вот были выборы президента. У нас президент может все. Ну, я не знаю, может он, вряд ли он к вам приезжал, но были доверенные лица. Вот, 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 вот. Можно было как-то сказать, что у нас все идет куда-то в катастрофу? А у нас... И вообще у нас об этом никто не думает. Вот как, вот ваш вопрос, вы гражданка России. Вот послушаешь, кажется, что вообще что будет? Все будет хорошо. Ну, тогда зачем нагнетайте? Зачем ты такой? Я буду просто... Ну, я понимаю, но все-таки какие-то решения должны принять в государственном масштабе. Ну, как говорится, вопрос не по ее зарплате, да? Алло, Емрин, вопрос такой. Вот... Механизмы для вездения для государственных лидеров вот этих всех ужасных... Сейчас, сейчас обсудим. Сейчас обсудим. Да. Как вы, как, 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 и сразу все вопросы будут решать? Как, 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 что на... На уборку готовить, или, на уборку... Нет, не вас, а всех, кто готов принимать решения, кто выделяет собседей, как будут в прессе СССР, понимаете? Понял, понял. Да, да, когда мы говорим, что в обществе в обществе очень сложно идут. Вот. И там не рабы, а люди, на самом деле, которые любят свое дело, понимаете? Они, на самом деле, любят, гордятся этим. И каждый раз плачут, и идут за какого-то рукава, и идут, говорят, а что нам делать? Мы не можем работать в банках, мы можем работать на земле. Я хочу накормить своих детей, может быть, частично, и ваших. И идет опять. Хорошо. Алла Владимировна, Алла Владимировна, вопрос такой. Китай сейчас в нашем представлении такой большой, ласковый, ленивый слон, который всем хочет помочь, такой он добрый. Но он может... Понравил слово «слон». Он, идя на водопой, просто может затоптать наши тракторные заводы. Как вы считаете? Ну, к сожалению... Есть такая угроза? Такая угроза есть. Но с чем она связана? С тем, что... Опять же, условия производства, условия экспорта, то есть стратегия государства по поддержке своего производителя. Соответственно, мы видим, что сейчас у нас наши китайские производители имеют достаточно серьезную поддержку с точки зрения своего государства для выхода на российский рынок. И они этим очень хорошо пользуются. Понятно. Поэтому... Спасибо. Скажите, вы поддерживаете мнение Ивана Григорьевича Ушачева о том, что нам нужно мощное, единое министерство агропромышленного комплекса, которое включало бы и сельскохозяйственное машиностроение тоже? Поскольку разделение между разными ведомствами... Вот я бы так категорично... Но это лично мое мнение. Не знаю, как можно посоветоваться с отраслью. Мое мнение, что это не самый лучший путь. Это связано с тем, что если смешать машиностроителей с сельхозтоваропроизводителями, мы потеряемся. Игорь Григорьевич, не совсем правильно я понял. Я имел в виду министерство, агентство или любую государственную структуру над ведомством по управлению сельскими территориями, а не всем агропромышленным комплексом и машиностроением. Чуть позже, если можно, мы закончим, а потом... Это не дама, это Алла Владимировна. Алла Владимировна, можете задать, я вам даже дам для этого микрофон. Только это не выступление, а вопрос. Да, вопрос от народа, который пользуется вашей техникой. Ну, не только нашей техникой. Значит, я напомню одно. Закупочная цена на наши сельхозпродукции за эти два года не увеличилась вообще никак. Вот тут был задан конкретный вопрос. На 60% увеличилась цена. То, что вы показали цифры, это 40 плюс 40, руб 40. Нет, не в этом дело. Вот что бы мне хотелось пожелать, вот чтобы пришел китайский сельхозпром и поставил вас в положение конкуренции. Вот в то, в которой мы находимся. Этот рост цен связан просто с тем, что у вас нету хорошей конференции. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, когда вы порете, я об этом привыкла. Вопрос злой, злой вопрос. Да, нет, я уже говорила о том, что у нас есть конкуренция. У нас... Ну, вам не видно, но нам чувствуется эта конкуренция. Мы ее чувствуем и видим. А то, что у вас низкие цены на... Подождите, то, что у вас низкие цены на сельхозпродукцию, а у машиностроителей высокие цены на продукцию, это тоже политика государства, когда не поддерживают сельхозтоваропроизводители и не дают им возможность, чтобы... Но не гарантируют минимальные цены на продукцию. При этом для машиностроителей повышают налоги, повышают кредиты, повышают цены на энергоносители, повышают цены на металл. И это все очень сильно связано с тем, почему повышается цена на технику. Спасибо, Алла Владимировна. Спасибо. Спасибо.